Привет! Как дела? Наступил декабрь, и весь мир готовится к самому главному празднику в году – Рождество. Я же готовлюсь к этому празднику, читая вот эти вот книжки – The Great British Christmas и The Book of Christmas. Здесь, в этих книгах, очень много рассказано про Рождество, как возникло Рождество, какие традиции в какие годы существовали, и как вообще люди праздновали этот самый важный семейный праздник. Всю культуру Британии и все традиции, которые я знаю или вычитываю из книжек, я вам буду рассказывать на моём канале. А сейчас хотела бы вам рассказать о таком замечательном музее, как Джеффри Музей, называется по-русски, и The Jeffrey Arms Houses по-английски. Этот музей не такой известный для Лондона, туда я попала только на четвёртый год своей жизни в Великобритании, благодаря моей новой подруге. Мы пошли туда на мой день рождения, это было как раз в декабре, и он уже украшен был в рождественском стиле. О чём этот музей? Этот музей как раз-таки демонстрирует жизнь, традиции и культуру британского народа. Этот музей о домах в Великобритании, этот музей о мебелировке в Великобритании, этот музей о том, как выглядели дома в Великобритании, начиная с 1600 года. 1600, 1700, 1800, в общем, очень много эпох вы можете найти в этом музее и узнать, как именно люди жили в то или иное время. Так как это было уже в декабре, мы ходили туда в районе 10 декабря. Музей находится на улице Кинзланд-Роуд, в таком новом и хипстерском районе, как Хокстон, что находится в Шордиче, рядом с Сити оф Лондон. Изначально, как входишь туда, ты видишь предысторию такую, какие эпохи мы можем увидеть в этом музее. Музей проходится на одном дыхании, мы видим убранство той или иной эпохи, мы видим мебелировку, мы видим некие комнаты, такие как детская, игральная, гостиная. И под Рождество это все украшено еще в рождественском стиле. Мне было очень приятно узнать очень многое о Рождестве именно вот в этом музее. К сожалению, музей в этом году закрыт на реконструкцию, и он откроется только летом 2020 года. Но я вам очень рекомендую сходить туда, если вы интересуетесь культурой Великобритании, как раз когда он откроется, а если интересуетесь Рождеством, то в декабре следующего года. Музей бесплатный, записываться не надо, заходите и смотрите. Если вы хотите взять тур, то там уже по записи, и возможно платно. Кроме того, когда вы видите всю такую древнюю историю Великобритании в убранствах этих комнат, они, я так понимаю, экспозиции постоянно меняются согласно тем датам, что происходит. То есть к Рождеству они украшают там елками, ставят индейку, какие-то рождественские украшения. Этот кейк и так далее. Я была там единственный раз, но я обязательно схожу туда еще раз, может быть, летом или весной, посмотреть, что там происходит вне рождественское время. К сожалению, я не снимала на тот момент видео, у меня есть только фотографии, и вот все, о чем я вам сейчас рассказываю, вы смотрите из того архива, что у меня есть. На втором этаже, когда вы пройдете полностью всю экспозицию, не уходите. Там как бы в конце ресторан, но если подняться на второй этаж, там еще продолжение экспозиции как раз вот именно 20-го столетия и практически чуть ли не каждое десятилетие, там 30-е и 40-е годы, как оно выглядело, там 50-е, 60-е, 70-е, 80-е. И вот как раз самое интересное было как раз наши 80-е, 2000-е, 2000-е, 2010-е годы. Там абсолютно все, что мы как бы видели. Ну, конечно, немножечко британское, не наше, не советское. Допустим, увидеть там телевизор 60-го года, это, конечно, стоит того. Увидеть там стиральную машину 80-х годов, это тоже интересно. Холодильник там, радиоприемник, какие-то, в общем, такие штуки, которые известны нам с детства. А может быть, вашим детям и неизвестно. Вам, может быть, стоит показать, как люди жили во время, когда вы были маленькими детьми. В общем, с детьми туда очень рекомендую сходить. Очень интересная программа, очень интересная расстановка предметов. Какие-то там солдатики оловянные, щелкунчики. В общем, абсолютно вся традиция британская собрана в этом музее благодаря показу экспозиций дома, английского традиционного дома в тот или иной период. Пока на этом все. Пока-пока. Продолжение следует...